Привет, народ! Давно хотел сделать свое мнение по поводу наложников JazzBot QY13 и настал, похоже, этот момент. Сразу скажу. Можете посмотреть отзыв на QY12, QSY, то мнение будет практически таким же. Единственная разница заключается, наверное, именно в их конструкции. Конструкция связана с чем? Тут есть такие рогатины. То бишь, эти наушники работают как рогатины. Вот они. Такие рогатины, которые вешаются на ухо. Очень удобное решение, скажу вам. Сразу скажу. Вот я сейчас с вами говорю, но наушники у меня не в ушной раковине. Нет, то бишь, это видно. И они никак не напрягают уши. То бишь, удобно сейчас мне в них так сидеть. Если вы хотите не изолироваться от мира, но и не убирать наушники никуда, то это идеальный вариант. Если изоляция у них замечательная, то бишь, воткнули, и все прекрасно. Сидят в ушах тоже, наверное, идеально, я скажу. Лучше QY12. Но опять же, это связано с конструкцией. Сразу перейду к минусу тому, как они сидят. В комплекте у них есть три рогатины. И три, короче, так, сейчас, пару секунд. Показалось, что кто-то мне ломится в машину. Есть, короче, три рогатины и три амбрашюры, что ли они называются. Ну, короче, вот эти вот резинки. У меня стандартные висят, поэтому я как бы не парюсь. Но они иногда вот отлетают. Вот, допустим, сейчас я воткну в ушную раковину наушники, они у меня неплотно сидят. Если QY12 при улыбании, там, просмотр какой-нибудь комедии, они просто вываливались, я об этом говорил в предыдущем своем отзыве, то тут они не валятся, а просто немного, можно так сказать, отслаиваются. И вот небольшое нажатие, вот, просто небольшое нажатие, и все, они внутри у меня ушной раковины и держатся достаточно долго. При беге это как бы не мешает. Потом, время работы их. Работают 6-7 часов стабильно. В режиме громкости 3 четверти, вот так вот. Они громкие, поэтому громкую, на самую большую громкость я наушники не ставлю. Потому что просто можно оглохнуть. Звук в них, как я и говорил до этого, год назад и полтора года назад, я слушаю в основном хэви-метал, русский панк и, собственно, немножко классики. Там, скрипку люблю послушать, ну, такая же, потому что врубаю и читаю книгу, вообще удобно. Подходят они для всех этих жанров. Басов хватает, они тот не преобладают, низы тоже тут хорошие. Ну, то бишь, я поставлю, наверное, 4 с плюсом этому звуку. Потому что 5 это идеал, а идеал, наверное, я еще не слышал. Идеал, наверное, можно только на профессиональных наушниках услышать и на супер-пупер-плеере, который стоит за 200 косарей, чего у меня нету. Вот так вот. Потом. Заряжаются они порядка полтора часа. При разрядке то-то нету раздражающего женского голоса, который обычно есть на Bluetooth гарнитурах. И он тут не настырный. Он, конечно, минус. Он предупреждает за 10 минут до разрядки гарнитура. Но, опять же, не каждые 10 секунд, а, допустим, через минуту повторяется. Там через 2 минуты. Ну, то бишь, все. Конец наушникам и как бы терять нечего. Можете отключать. Они магнитные. То бишь, они состыкаются друг с другом. Сейчас, наверное, звук отрубится и переключится на телефон. Но я просто продемонстрирую вам и, то бишь, сразу подключу. Сразу скажу. Так, сейчас. Сразу скажу минус. Точнее, разница в конструкции Q12. Вот если помните, там даже видно на превьюшке, там вот на одной грани была такая выемка, которая вот при состыке наушников они занимали определенную, так сказать, позицию. Не позицию, а как бы сказать. Ну, короче, они состыковались в одном положении и все. Ни туда, ни сюда. Тут этой выемки нет. Вот если посмотрите сейчас. Так. Вот. Она полностью плоская. То бишь, сразу говорю, магнит тут сильный, они никуда не разъедутся, не разъединятся, но они будут егость. Все, подключаю. Все. Они должны подключиться и звук опять должен вернуться. Это, собственно, единственная разница, не считая рогатин, то, что рогатин, то, что какое различие между Ки-Игрой 12. Вот так вот. Потом, по длине провода, провод тут оптимальный. Он не длинный, он короткий. Вот у меня были на пробе какие-то Philips, я не помню точно, какие названия мне дали погонять, пока я эти ждал. Вот там провод песец короткий какой был. Тут провод хороший, то есть не длинный и не короткий. Пульт достаточно качественно сделан. Выемки достаточно глубокие. Так, даже при таком хреновом качестве на фронталку тут будет видно, как они выгравлены. Так, сейчас. Ну, 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 ладно, не совсем видно. Я хотел показать, насколько они выступают с этого, с плоскости пульта, но не получилось. Ну, что сказать, камеры, хоть и с 7, но в темноте фронталка работает не идеально. Управление стандартное. Плюс-минус и середина. Плюс-минус это переключение треков и громкости, а середина это вызов и отключить, выключить песню. Кстати, вырубаются они только магнитом. То бишь, пультом их вырубить нельзя. Вот это, кстати, такой минус. Потому что, если вы вот так вот сидите, как и я сейчас, то бишь, они не воткнуты, то они все равно будут продолжать работать. Вот это хреновенько, кстати. Лучше, конечно, если ты сидел, но не хочешь их снимать, ну, то бишь, они не мешают, то тут взять, отключить и все. Они как бы не работают. Но, к сожалению, этого нет. И по микрофону. Микрофон тут отлично. Вот сейчас вы слышите, звук записывается через него. Но, опять же, это запись. В телефонном разговоре, опять же, никаких проблем я с ними не вижу. Мои собеседники, с которыми я говорю по этому динамику, точнее, по микрофону, никаких прентензий никогда мне не говорили. Единственное, говорили, когда микрофон вообще где-нибудь там забит, фиг знает где, как сейчас. И вы меня сейчас, конечно, тоже не слышите. А может и слышите. Но они никогда не говорили никаких слов, типа, ты где находишься, вытащи микрофон, тебе нихрена не слышно. И что-то в этом роде. В итоге, какие мои отзывы об этих наушниках. Наушники отличные. Просто отличные, блин. Как бы я не пытался смотреть в камеру, все равно смотрю на свои отражения. Ну, блин, софи обычный, что же поделать-то. Ладно, пофиг. Особенно сегодня я зашел на Алиэкспресс, посмотрел, за сколько их можно взять. Там какого-то продавца я видел их за 600 рублей. Не знаю, может это поделка, может нет. Ну, за 600 рублей я бы, конечно, не стал бы их брать, хотя там вроде бы было 300 заказов. Но вот эти я взял около 900 рублей. Там, конечно, скидки всякие были, но это было не на стимилете Алиэкспресса. Просто попалось. Я, собственно, полностью им доволен. Ссылка, у которого я продавца брал, будет, короче, в описании этого видео. Поэтому, если вы хотите качественные наушники, недорогие, наряду с QY7 могу посоветовать и эти наушники, потому что они действительно классные, удобные, офигенные и суперские. А теперь надеюсь, что этот мой отзыв о наушниках понравится и поможет сделать вам выбор, брать их или не брать. Покетовы.